Привет интернет, с вами Илья, это НашИгрыДень и мы продолжаем делать интересные обзоры мобильных игр. Сегодня мы поговорим о игрушке Payday на андроид девайсы. Гоу лайки, пишите комментарии, чтобы подать выпуски и давайте начнем. Поехали! Ну и в начале, ребят, у меня отличная рекомендация. Для тех, кто ценит классику, для тех, кто ценит качество, для тех, кто любит открытый мир и его историю. Предлагаю возможность бесплатно поиграть на одном из лучших СНГ сериалов легендарному РПГ World of Warcraft Serious. Модифицированное дополнение Лич Кинг. Новые эксклюзивные расы, добавлены обновленные подземелья и рейды из Burning Crusade. Новые поля боев, различные ПВП режимы и третья ПВП фракция Ренегатой, которая является одиночками и врагами для всех. На том выбор есть два разных игровых мира. Scorch X2, мир с системой категории. С получением каждой ты будешь открывать сюжетные подземелья и рейды для прокачки персонажа. Algalon X4, новый мир для ценителей времен 3.3.5. А тут ты сможешь быстро догадать бывалых игроков и побороться с ними на равных. Уже более 10 лет работы и стабильно высокого онлайна. Зови с друзей с собой и реферальная система проекта даст тебе приятные бонусы и возможность телепортироваться друг к другу. Регистрируйся по ссылке в описании и получи 7 дней премиума и особую сумку с подарками в виде расходников и первого маунта, с которым ты сможешь остановить на Сирус еще быстрее. Что ж, теперь переходим к основной теме выпуска и, конечно же, эта игрушка Payday Crime War. Ну и сразу давайте начнем с горячего. Игра вступила в стадию раннего запуска на платформах iOS и Android. Игру уже можно оценить и ссылка я, конечно же, поделюсь в описании. Сейчас данный мобильный шутер доступен на Филиппинах и таким образом игру мы тоже можем оценить, используя VPN. Есть АПК-файл игры, его спокойно можно скачать. Он, кстати, весит не так уж и много. Ну и далее мы качаем это дело, устанавливаем и игру можем опробовать. Вообще, по самой игре могу сказать, что, в принципе, она неплохо реализована, хотя и видно, что есть еще над чем поработать. Проект пока что, конечно же, сыроват и будем надеяться, что игру далее будут уже улучшать, основываясь на отзывах пользователей и сделают еще более интересный проект. Вообще, с первых секунд тут игроков отправляют на небольшое ограбление и там как раз-таки вы выучите все основы данного проекта. Тут вы сможете натянуть маску, уничтожить копов, взломать дверь банка, забрать различное имущество и убежать к фургону. Короче, вы улучшите основы данной игры и сможете уже играть в таком вот онлайне. Несмотря на наличие таких вот персонажей узнаваемых, да и музыки, игра, как я говорил, выглядит пока еще, конечно же, сырой, но опять же разработчики должны ее улучшить. В общем, из новенького тут добавили сейфы, которые являются альтернативой лутбоксам, таким образом вы это дело можете открывать. Ну и чем они уже реже, тем, конечно же, они дольше будут открываться, но опять же, именно благодаря им вы сможете получить полезный лут. Это, например, бронежилеты, винтовки, пистолеты разного уровня редкости и так далее. По его пропуску тут, к сожалению, пока еще нет, но опять же, в будущем его тоже должны добавить. Об этом и заявила конкретная закладка в главном меню этой игрушки. На самом деле, радует, что сейчас уже можно, в общем-то, игру оценить в любом случае, при этом сделать это еще и с друзьями, то есть создать здесь пати, собрать команду из друзей и отправиться на выполнение этих миссий. Тут по режимам доступны сейчас три формата, это ограбление банка, ограбление ювелирного магазина и формат ПВП, то есть есть из чего выбрать. Вот, ребят, такой вот проект, хотел вам об этом сегодня сообщить, так что игрушку тоже можете опробовать. Ну а так, в целом, наверное, на сегодня это все, что хотел вам рассказать, так что скоро мы вновь увидимся, так что будем на связи. До встречи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok